Но мы потихонечку собираемся. Утро 11 июня. Международная космическая станция провожает на Землю экипаж корабля «Союз-ТМА-15М». Спускаемая капсула готова. Последнее напутствие коллег и пожелание удачи. Теперь до встречи дома. Следующая остановка. Планета Земля. Принято. Несколько часов полета, перегрузки. И вот «Астреи» — это позывной экипажа. Антон Шкаплеров, Саманта Кристофоретти, Терри Вёртс на родной планете. За посадкой наблюдает весь мир. В Казахской степи, в районе города Жасказгана, дежурят специалисты Роскосмоса, Росавиации, военнослужащие и врачи. В Подмосковном Королёве, в Центре управления полётами, сотни глаз неотрывно следят за спускаемым аппаратом. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-15М» совершил посадку. 16.43 по Москве. Союз с экипажем приземлился в расчётные точки. Через несколько минут станет понятно — посадка прошла идеально. «Астреев» один за другим поднимают из капсулы. Антон Шкаплеров, Саманта Кристофоретти и Терри Вёртс работали на орбите с ноября прошлого года. Их экспедиция должна была завершиться в мае. Однако из-за аварии грузовика «Прогресс» задержалась в космосе на месяц. «Руководство полётом посчитало, что есть эксперименты и работа, которые нужно проводить на станции. Исходя из этого, определялись сроки окончания экспедиции. Именно для поддержания работы станции и выполнения программы экспериментов. Посадка прошла штатно. Все системы отработали отлично. И посадка была мягкой. И экипаж чувствует себя хорошо». Для Саманта Кристофоретти почти двухсотдневный космический марафон обернулся неожиданным сюрпризом. Первая женщина-астронавт Италии вернулась на Землю рекордсменкой по непрерывному пребыванию женщин на орбите, превысив на несколько суток показатель американки Суниты Уильямс. «Докладываю. Самочувствие экипажа хорошее, боевое. Все приземлились без происшествий. Травм нет. Готовы дальше восстанавливаться». Командир экипажа Антон Шкаплеров тоже установил личный рекорд. «Триста шестьдесят пять суток или ровно год орбитальной вахты за две экспедиции». «Антон мой друг и товарищ с одного набора. Мы вместе с ним учились столько лет. И хорошо, что у него сейчас второй полет. И для него это приземление более осмысленное. То есть он сейчас не в таком шоке, как первый раз приземление. И он уже нехладнокровно смотрит на тех, кто его встречает. И, конечно, уже у него нет слез на глазах, но он все равно взволнован. Никакие обстоятельства не помешали экипажу выполнить свою задачу. Все заявленные эксперименты, их было около 50, успешно проведены. Дополнительный месяц на орбите использовали на благо общей миссии. На Земле их работы довольны. Есть те, кто доволен, что просто вернулись. И что совсем скоро будет возможность обнять и узнать, каково это провести полгода вдали от дома. «Ну и рады, конечно, что все прошло благополучно. Посадка состоялась, хорошо все». «Я нарисую рисунок папе. Надеюсь, что ему понравится». «Любой космонавт, если его хотя бы на кин задержать в космосе, это для него очень большой подарок. Конечно, сейчас мечтаю обнять свою жену, двух дочек. Ко мне папа прилетел в часть Севастополя, теща родная. В общем, обнять и увидеть своих родных и близких. Это самая моя лучшая мечта сейчас». И вот долгожданная встреча. Космическое путешествие 43-й экспедиции на МКС завершилось. На станции продолжают работать космонавты Геннадий Падалко, Михаил Корниенко и астронавт Скотт Келли. В таком составе они пробудут до середины лета. 23 июля. Точная дата пилотируемого запуска уже объявлена. К ним отправится интернациональный экипаж корабля «Союз ТМА-17Н». Олег Кононенко, Чел Лингрен и Кимия Юи. Японец станет пятым астронавтом страны восходящего солнца, поработавшим на МКС. Всего же до конца года к Международной космической станции с Байконура отправится шесть кораблей, три грузовика «Прогресс» и три «Союза» с космонавтами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова